Жидкость Возьмешь тот же состав, но без белил Розовый, голубой плюс коричневый То есть у нас чернявый цвет Красивый чернявый цвет И начнешь поиск силуэта Сначала некоторой бледностью То есть ты видишь, я начал с силуэта Не с обрисовки, а с некого силуэта Причем более худого, чем надо Чтобы иметь возможность расширяться Чтобы не ремонтировать потом фоновое пятно А иметь возможность расширять его Вот я набрал Вот я примерно набрал, набрал, набрал И тут мне начинает помогать Вот этот инструмент Который прекрасно смоделирует идею тканей Смотрим, ниже середины зашло, аж сюда Да Некоторый намек уже на силуэт Некоторый намек на силуэт Некоторый намек на остальное Значит и тряпкой рисуешь И тряпкой рисуешь И мастикином Хорошо? Давай Зеленого Хотя он там прикольный Да, красиво Близкое к тому Да Чуть-чуть можешь положить Несколько вот таких раздавленных звуков этого цвета Чтоб у нас появился цветовой ориентир картине Не то, что мы уже прямо вот сейчас вырисуем А чтоб появился ориентир Смотри, у нас есть каркас в виде вот этого сиреневого В котором появился вот этот цвет Продолжаем снова сиреневый Продолжаем уточнять личико Начинаем брать более темно Губочки Кончик носика Глазные впадинки Смайлик лица Теневая вдоль Вдоль выпуклости ткани Сиреневости Коричневатости Синисти Набираем, набираем Потом немного Мастетина Помогаем себе Увидеть Намеки на рисунок Намеки на рисунок Светлотики Светлотики, да Даже вот эти Светлотики Могут быть светлее Чем окружение Глазки Сначала как Амбразурка Темная Амбразурка Темная Амбразурка Века 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 Белочек 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 Темная Щель Между губами Темная Щель Между губами Белочек И Глазки Три Между губами Немножко потеряла, а немножко красиво. Темненько вполне, особенно в этой щели. Губочки у нас по вот такой траектории. Темненько. Потемнее и здесь. Вот этот баклажановый цвет, то есть и красный и коричневый, не только синий. Потемнее. Смотри, не хватало простых человеческих акцентов. Усилить темность. Здесь темность объединилась с очертанием, а потом еще взяла белильца и отштриховала. Оно? Да. Смотри, вот это напряжение линии касания дало сразу художественность всему изображению. Правда? То есть вдруг появилось напряжение линии. Причем это напряжение не везде. А пока только в этом месте такое акцентное напряжение. В общем краснот баклажановых таких краснот. Коричневый, розовый, но плюс синий конечно. Чуть-чуть поподсуньте. То есть при том, что она и солодочек имеет. Ну и плюс темности не хватает. Простой темности не хватает. Амбразурки глаза не хватает. То есть сначала амбразурка глаза, а потом в амбразурке два века и белочек. И все моментально складывается, да? Вначале себе просто подсказку сделала, а потом уже веществом уложишь. Давай так. Вот это же напряжение, которое здесь. Можешь еще сделать всяких угловых моментов. Угловой момент вот этот. Взять чуть-чуть напряжения. Но уступающая по силе напряженности этому месту. Либо здесь еще увеличим. Вот здесь это напряжение. То есть во всякие уголочки. Вот там любит быть напряженность. Вот прямо об этом нужно. А может быть даже здесь прямо так оставить. Не белилами бомбить. А вот так, как бы рисовательно. Как бы набросок остался еще первичный. Тоже как эффектный. Буси еще. Буси еще. Буси. Тоже, вот пока ты их не обозначила, ты не видишь шею. А так сразу и шейка. Ну давай. Зельда, он некрасив. Ты согласна, что хорошо, что везде мигает вот этот пановой? Потому что, ну, свет. Какой-то получается. Не хватает светлого. А это пока тот сок. По угорски темный. Сейчас надо немножко их наночить, потому что она очень жирная. Так, у нее такая финно-угорская. Да. Вот у меня еще никого не бежит. У меня встает финно-угорская мига. Чтобы я не делала. Ну, допустим. Угу. Угу. Звук оформления. Был вина. Угу. отлично. Угу. Угу. Зима, да, смотри, копает? Да, да. Прям мазать, мазать. Все, не знаю. Хорошо. Помнишь, у нас были планы? Угу. И сюда тоже. Вот эти обострения, сейчас аморфно, да, аморфно? А вот эти вот обострения усиливают эффект головы в пространстве. Ну, красиво. Как же ты побоялась еще раз это сделать? Да, подрать холст со своей электрикой. Ну, и на просто. Ну, не так просто. Да, вот это супер. Угу. А мне нравится. Я бы даже его больше, может быть, не трогал. Может быть, я небольшой кистью чуть-чуть подсуну. Синеватых. Именно синеватых. Как бы линейным рисунком подбросил бы. Да. Советую. А. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Губочки имеют штрих в этом направлении. Продолжение следует... Не отсюда мазки. Здесь был совсем другой характер укладки. Это наш в одних украшениях. Не, я рисовал костяные украшения. Как раз подразмерчик. Бликовастенькие. За колечки. За колечки. Закрылся. 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 кристочку. Чуть-чуть потемнило тенью и они сели на плоскость. Причем такой грубый характер как этно характер. Губки сделала мелкие европейские. Учусь европейские. Я только мечтаю. Европейцам. Губашлепочки. Губашлепочки. А вот такая скорректированная что-то. Ну подруга невритянка мне платит такой подарильный написание. На дизайнер. Художница. Не пишет. Выучилась в колледже искусств на художник. Еще хорошая идея. Не пишущий художник. Где общая картинка? Я не пишущий художник. Просто художник. Можете когда-нибудь видела на видео? Вот такие действия. Смотри, я не обвожу, как у тебя здесь пообведено. А задаю штрих по цилиндру. Посмотри, что делается. И она сразу круглится. Кругляй. Можете привести в голову. Смотри, что делается. Дом. Грунг. Грунг. Гребина. Громов. Гребина. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...